ну что всем ревется мне забавит ромоческом он вык рим мастерит продолжаем прохождение погнали с было единственно верным решением у них должен был быть телефон и меня ожидал долгий поход через лес чтобы добраться туда ну надеемся надеемся что у них есть телефон еще что-то и черт где все мои вещи мне интересно фонарик там далее опять все искать нужно какой у нас здесь лес интересный что-то точно произойдет есть кто кто-нибудь есть разбросанные листы бумаги оказались страницами рукописи погружения такое название я собирался дать следующему роману который так и не начал автором значился я но я это не писал я не помнил такой работы на странице был эпизод где на героя в ночном лесу кидается убийца с топором так у нас контрольная точка вышли страницу рук рукописи можем посмотреть в 5 на войка на пол темные убийцы титульные страницы рукописи рукописи эпизод 1 ночной кошмар ну я его так не недопроходил этот эпизод 1 здесь кто-нибудь есть прошу я попал в аварию то им вообще посрать это какие-то темные силы почему бы мелькающий впереди был хорошим знаком может мне не нужно будет спускаться вниз к зс чтобы найти телефон почему бы им не напасть на меня сейчас как-то у меня нету фонарика не фонарика не вы револьвера здесь кто-нибудь есть прошу я попал в аварию произошла авария мне нужна помощь сейчас говорит все честно слушая нам найти помощь нам нужно убегать от него что от познакомиться едет что-то не очень над тобой знакомиться рукопись нашли еще как веселый пацан нужно было что-то делать в любой момент стаки мог начать крушить дверь как николсон в сияние так какие фонарик есть у нас револьвер есть батарейки 6 батареечек у нас хорошо а и ревик он стал тоже О май гад, что вы творите? Так, дверь открылась, нормально, нам нужен дверь, так, куда? Окей, здесь что? Их было еще больше. В смысле этот фонарик не работает? Типа не было. Типа не было. Я должен был добраться до АЗС. Типа в эту сторону показывает? Точно не туда? Вроде туда можно. Давай посмотрим, что там. Почему она сюда показывает? Жутковато нарисованные надписи вдруг стали проявляться по цветам фонарика. Кто-то прятал здесь ящик с припасами. Ага, понял, хорошо. Чуть ее меня не подводило. Не подвело еще. Да не, ревик давай. Сразу будем тратить это, если вам сейчас много попадется этих мужчин темных. Блин, нам много нужно. Все же. А, патроны не бесконечные. Вот так вот. Посмотрим, что здесь есть. Еще одна рукопись есть. Патроны. Не? Ну ладно. Значит нам не нужны патроны. Пока что. Так, здесь по-моему. Здесь нужно помочь. Это еще что было? Когда я увидел реку стремящуюся внизу, что-то пробудилось внутри моей головы. Я осознавал, что должен найти способ перебраться. Я даже не хотел смотреть на воду. Блин, а здесь есть какое-то центрирование камеры? Прозрачность полная. Всегда прямо. Что это такое? Вы чего издеваетесь? Такая себе, конечно. Всегда прямо. А нахера эта опция? Для кого она нужна? Блин, ну камера просто неудобнейшая. Не знаю, мне бы ее слева. Подожди уж, наверное, как-то можно менять. Так, управление. Горячие клавиши. Ружье световая смена ракурса. Табы. Табы сменить ракурс. Во. Вот так вот удобнее. А то, блин, справа он чересчур. Да и камера тоже, конечно. Не очень. Не очень, я бы сказал. Припасы, я надеюсь. Какие-то, да, вроде. А, рукопись. Ладно, лучше бы припасы были. Блин, куда-то сюда, наверное, нужно. Вертикалку сейчас отключу. Очень странно, почему-то стал работать. Как будто замедленными. Преследовал меня. Да нету там никого. Никто нас не преследует. И о чем? Ах ты ж, крыса. А ты тоже, слушай. Ай, бляха, больно. Ты че, блин? Так сменить батарейку. Падай. Вот так вот. Так вот здесь что-то есть. Нам указывают, что здесь где-то есть патроны. Ну, или припасы. Сюда нужно залезть. Окей-юшки. Так. Ну, и шо где? Где что? А, в этом домике. Давай посмотрим, если нас не наебывают. Может, как-то обойти его? Так. Окей. Кто бы это ни был. Спасибо ему за припасы. У нас уже 16 литиевых батарейчик. Лестница была сломана. Мне предстояло попасть наверх как-то иначе. Я не мог здесь оставаться. Должен был быть еще путь наверх. Я так случайно. Так. Поехали. Окей. Вот это. Вот это да. Дробовик наконец-то. Довольно быстро. Подожди. Что здесь написано? Лист до внутрь. Сайкл. Как можно ударить? Это такое себе решение из пистолета по коробке стрелять. Ну, надежда была то, что он разобьется, типа. Кто его знает. Ну, вот вроде нормально. Так что, полезли. Так что, полезли. Так что, полезли. Сравнивает смысл. Понимаю. Ага. 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 Ну, это было. Ага. 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 Я сейчас вышел глотнуть свежего воздуха. Ммм, какая ночь. Знаю, большинство из вас, наверное, уже в постели. Но если вы еще на ногах, ловите момент. Выйдите навстречу чарам природы и вдохните полной грудью. Воздух неподвижен, небо кристально чистое. Лес будто тихонько дышит вместе с тобой. Как вы знаете, я ночная птица, сова. И в такие ночи горько сожалею, что заперт в студии. Мне старику так хотелось бы сейчас где-нибудь побродить. Но я здесь. И потом, кто еще заставит вам компанию на всю ночь, если не я? О, похоже, не только я бодрствую в этот поздний час. Говорите, вы в эфире. Привет, Пат. Это Морис Хортон. Привет, Морис. Как дела? Да вот, выводил Тоби на прогулку. Ах, правда там красиво? Да, конечно. Но, Пат, я чего звоню-то? Тоби услышал, как что-то шуршит в кустах, кинулся туда, и я не смог его найти. Наверное, кролик. Конечно. Тоби любит кроликов. Ну, конечно. В общем, я решил, что если кто-нибудь найдет Тоби, то, может, подберут его. Мой номер на ошейнике. А Тоби, он дружелюбный пес. Ого, Тоби любит людей. Обычно он возвращается, но мы далековато забрались от дома, и, похоже, он совсем заигрался. Он хороший пес, только глуп, как пробка. Ха-ха. Ну что ж, Морис, надеюсь, Тоби скоро вернется. Да, спасибо, Пат. Спокойной ночи. Вот так вот и собачка у кого-то пропала даже. Ночью. Классный, классная ночь. Спасибо. Такое обилие патронов я еще не видел. Это очень хорошо. Хоть пострелять можно будет. Кто здесь раскидал эти страницы? Походу, Алан Вейк. Кто же еще пока летел откуда-то там? СС была все ближе. Ее огни приветствовали меня в этой тьме. Пол делает лучшие хат-доги в штате. Самый лучший, это, конечно, фанта-желудка. Потом жрюга. Ну и затем на третьем месте звезда. Ты что, сучара, смотри, где он? Прикинь, в кустах засел, блин. Где ты, овощ? Сейчас как ебнуть тебя с двух столочек. Смотри, падла, и пропал об ней. Такса, куда нам нужно? А он еще появится, я так понимаю. Почему им так много нужно? Ай, больно. Вообще-то больно. Я застрял. Ну. Почему такая хуйня постоянно происходит? Ладно, я сразу к фонарику побегу. Ну и где вы, блядь? Ага, вот это ж. Крысы, блин. Та, блядь, как оно прилетело? Я же отошел. А, их... Их потом не видно. Окей. Пошел ты. Пошел ты. Берем ракетницу, если будет три человечка, сразу их... Сразу их уберем, бляха. Так, контрольная точка. А, для дробовика патроны. Забыли, да? А вот салаты, это не по мне, я ведь мужик. Мне мясо подавай. Салаты, это не по мне, я ведь мужик. Ха-ха-ха. О, блядь. Мясо подавай. Подавай мясо, блядь. Поебалу. Так, я чувствую, у нас сейчас будет небольшая жопкость здесь, походу. Нам не нужно будет убегать из этого эскалатора или что это такое? Точнее, эскалатор, да? Эскалатор, это же лестница, по которой ездит. Да, ну, братану. Вот так вот. Блин, ну, прям круто выглядит. Что во втором аланвеке выглядят вот эти спецэффекты, все вот эти блики. Прямо очень реалистично. Да и здесь, в принципе, неплохо тоже. Что там по телеку показывают? Клавное, не дом 2, да? Нахуй, эту хуйню. Энштейн. Фух, Декс, давай. А почему он его выключает? Я не понял. Типа, ну да, его мужа выключает. Зачем? О, сейчас, пардон. Ого. Здесь, походу, у нас будет веселье, я так понимаю. Блять, я и без тебя не понял, да, что здесь опасно? Ого, лезет, лезет, сука. О, нет. Ай. Ай, ай. Ай, ай. Так, я включил, я включил. Что еще включить? Жди, мне ворота нужно было открыть. Ага. Они почему-то не открываются. Все, ушел. Пацанчик. Исчезла, оставив меня только пожизненные ночные кошмары. При всем том, я еще должен был добраться до АЗС живым. Ну да, как-то доберемся живым. Может быть. Да, блин, конечно. Я узнал парадную машину с оленем. Я заметил ее, когда мы впервые прибыли с Элис в Брайт Фоллс. После того безумия, что я испытал во тьме, огни АЗС успокаивали меня. И на какой-то момент нормальный мир стал восстанавливать себя. Нормальный мир? Громко сказано. День оленя был намечен через две недели после нашего приезда. И если дата на вывеске была правильной, я пропадал целую неделю, если считать от той ночи, что мы приехали. Ну, поменьше бухать нужно. Может быть, она так долго не пропадет. Дело так, будто кто-то разгромил это место. Или здесь произошла серьезная драка. Я напишу. Я продолжу писать. Снаружи только тьма. Снаружи дома. Снаружи истории есть только тьма. Я могу чувствовать ее присутствие во тьме. Вот сейчас я могу уловить ее парфюм в комнате. Я найду ее, исправлю все. Я верну ее назад. История станет правдой. Если остановлюсь, потеряю ее. Я не мог поверить в это. В телевизоре был я. Говорил бред. Я терял рассудок. Так, 68-й ежегодный день оленей. С 15 по 18 сентября. Игры и развлечения. Лотереи, соревнования рыбаков, конкурс пирогови, неожиданные состязания, живая музыка. Для детей кривозубый Чарли днем и невиданная мистическая фантасмагория Монткомери вечером. Не пропустите легендарный парад на день оленя. Окей. Управление шерифа Брайт-Фоллс. О, слава богу, шериф. Шериф Сара Брейкер. А вы? Я Алан Вейк. Послушайте, я попал в аварию. Моя жена Элис, она исчезла. Спокойнее, мистер Вейк. Мы поселились на острове, на озере Колдрон. На озере Колдрон нет острова. Он затонул еще в семидесятых. Пожалуйста, я могу вас отвезти, ладно? Вы, похоже, сильно ушибли голову. Вы в порядке? Послушайте. Мы разберемся. Садитесь в машину. Сейчас мы заедем на озеро, а потом отправимся в учительство. Хорошо? Мистер Вейк, вы не видели Стати, хозяина этого места? Я понимал, что нельзя говорить о случившемся в лесу. Она бы мне не поверила. А значит, не стала бы помогать искать Алису. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 43 года назад Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok